Иртыш чистят от мусора и браконьерских снастей. Экологическую акцию объявили рыбинспекторы. Инициативу поддержали спасатели и госслужащие. Вместе они собрали почти полтонны, вернее полторы тонны бытовых отходов. Сейчас на пойме реки идет весенний разлив. Воды, как оказалось, меньше обычного. Ербол Абишев продолжит. Сегодня немного опоздали. Браконьеры сделали свое дело. Похоже, ранним утром рыбу из сети уже извлекли. В такой стандартной 50-метровке порой бывает по нескольку десятков килограммов речных обитателей. Ловить их сейчас категорически запрещено. Во время нереста рыба устремляется вглубь поймы. Там вода теплее и комфортнее для икромета. Браконьеры перекрывают сетями протоки, а рыбинспекторы ищут запрещенные снасти. За несколько дней они вытащили из реки более 50 рыболовных сетей. Общей длиною в 2,5 километра. Она под нами, смотри. Рыбинспектора Василия Павлова не проведешь. Он знает все хитрости браконьеров. С каждым годом, говорит, они идут на различные уловки. Замысловато прячут в воде рыболовные сети. С каждым годом браконьеры повышают свою квалификацию. Переходят на ночной режим работы. То есть вечером ставят, чуть светает, начинают сниматься, чтобы именно не попасть. За время запрета рыбинспекторы выявили больше 40 фактов незаконной ловли рыбы. У нарушителей изъяли 4 лодки, много запрещенных орудий лова и около 200 килограммов добычи. Штрафов наложено на более полумиллиона тысяч тенге. И также за ущерб, за незаконный вылов рыбы составило более 200 тысяч тенге. Однако ущерб, нанесенный браконьерами, не сравнить с масштабами загрязнения Иртыша. Каждый год только на этом месте рыбинспекторы собирают тонны бытового мусора. В прошлом году по результатам данной акции мы собрали более 11 тонн. В этом году, на сегодняшний день, совместно с работниками Департамента чрезвычайной ситуации, местными исполнительными органами, нам удалось собрать порядка полторы тонны мусора бытового. Извлекли более 10 сетей бесхозных. Защитники природы вновь призывают отдыхающих не сорить на берегу. На Иртыше сейчас разлив и пластиковая тара, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор разносится в пойме, где собирать его уже будет гораздо сложнее. Ербулабишев, Самат Аспанов, Женя Семербулак, из Палладара, Хабар, 24.